Прокуратура проверяет 128 детский сад краевой столицы. Родители недовольны, что и дети не получают обещанную коррекцию. Он решит проблему дефицита кадров в швейной отрасли, где будут готовить сотрудников легкой промышленности. Знаменитый ресторан «Русский чай» открыли после долгой реставрации. Как памятник деревянного зодчества выглядит сейчас и как он впишется в современный Барнаул. Следкоми подтвердили свой визит в Министерство здравоохранения региона. Оказалось, что правоохранители изымали в ведомстве документы, связанные с расследованием уголовного дела, подробности которого не раскрываются. Напомним, накануне появилась информация, что оперативные действия, возможно, проходили не в самом Минздраве, а в Алтайском краевом медицинском информационно-аналитическом центре. Тогда в Министерстве опровергли эти сведения. И вот новость, которая появилась только что. Главный врач Волчхинской ЦРБ Татьяна Харлова освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. На посту она была с апреля 2015 года. С 19 февраля этого года исполнение обязанности будет возложено на заместителя главного врача Наталью Алехину. Прокуратура проводит проверку в 128-м детском саду Барнаула. К правоохранителям обратились родители и воспитанников с особенностями развития. Они жалуются, что их дети лишены коррекционных программ. В учреждении не работает логопед, а работника по физкультуре и музыке вообще нет. Хотя все они должны проводить специальные занятия с особенными детьми. С мамами и папами встретилась наша съемочная группа. Солнышко светит не всем. 128-й детский сад. Центр развития ребенка, развитие которого не получают особенные дети. 9 родителей воспитанников коррекционной группы обратились в прокуратуру. Говорят, за полгода у их дочерей и сыновей нет улучшений, потому что с ними не занимаются. Написано, что есть логопед, что он там по официальному запросу 4 дня всего отсутствовал. По факту он за 4 месяца работал всего 18 дней. Физкультурника у них вообще нет. Хотя по бумагам он есть у них. Также музыкальный работник есть по бумагам, его нет. Вопрос был тогда, зачем нас брали в этот детский сад. У мамы и папа одна история. В городском комитете по образованию им рекомендовали этот детсад из-за специальной программы. Дочь Евгения заикается. С музыкальным работником девочка должна была распевать звуки, на физкультуре тренировать дыхание, с логопедом работать над произношением. Дочь водят на частные занятия, но их недостаточно. Мы ходим час, там занимаемся, а здесь дети-то будут весь день заниматься. По словам родителей, одна проверка прокуратуры уже прошла, сегодня вторая. Юристы родителей объясняют, почему детям их клиентов так важно получать специальные занятия. У каждой коррекции свой срок. Какие-то программы, когда ребенку 5 лет, это имеет эффект, а когда ему уже 7 лет, это может быть уже поздно просто что-то применять, и, соответственно, это влечет и для родителей уже такие последствия, там, может быть, медикаментозного дали вмешательства. Прокуратуру подали заявление о том, что мы проверили вообще факт оказания услуг надлежащего качества. То есть детский сад, повторюсь, он специализирован, группа специализированная, а по факту оказывают услуги, как обычный детский сад. Мы намерены понять, почему в детском саду сложилась такая ситуация с педагогами. Написали официальный запрос в мэрию города и продолжим следить за развитием событий. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком. Кстати, в крае отсутствует взаимодействие между ведомствами при оказании ранней помощи детям с ограниченными возможностями. Эту проблему обсудили в Барнауле на расширенном заседании Общественной палаты региона. Поэтому для оказания комплексной помощи маленьким больным с различными нарушениями необходимо разработать и подписать соглашение между Министерствами здравоохранения, социальной защиты, образования и науки. Анара Шагирова продолжит тему. Своей активностью трехлетний Андрей ничем не отличается от ровесников. А вот переключить свое внимание с одного занятия на другое и просто говорить – большая проблема. У мальчика неизлечимое заболевание – аутизм. Это проблема с коммуникацией. Соответственно, некоторые мозаичные развития, так говорится, например, память у него сильно хорошо развита, а какие-то другие функции достаточно сильно отстают. Он не умеет прыгать, еще что-то. В соответствии с этим преча может отставать. Поставить диагноз, как это чаще и происходит, удалось лишь к трем годам. О том, что таким детям нужно, если и не лечение, то хотя бы реабилитация в специальном центре, мама узнала позже от других родителей таких же особенных детей. И только недавно сын приступил к занятиям. Некоторые, вот уже, наверное, третий или четвертый невролог, о котором мы посещали, она только заикнулась про то, что есть некоторые процедуры в виде биоакустической коррекции мозга, есть там нужно посещать сенсорную интеграцию, еще каких-то других специалистов. Психиатр вообще этого ничего не говорил. Накануне проблемы в оказании ранней помощи особенным детям обсуждали представители краевых министерств взрывоохранения, соцзащиты, а также образования и науки. Под ранней помощью понимается целый комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, в которых нуждается не только ребенок до 4 лет, но и его родители. Чтобы все это заработало на практике, необходимо для начала скоординировать деятельность трех ведомств. Конкретно у нашего учреждения существует такая, не могу назвать прям проблемы, но такой вопрос, что нам бы хотелось как можно раньше начинать работать с этими детками, которые требуют помощи и в первую очередь даже в целом семья, потому что если оказывается помощь маме ребенка и родственникам, в целом родителям, в момент, когда ребенок появляется, возможно с особенностями или с какими-то проблемами, чтобы научить, как этой маме общаться с этим ребенком, помочь психологам поработать с мамой, с семьей, это может профилактировать и проблему отказа от ребенка, и в принципе их взаимоотношения и помощь семье. Большую пользу сыграло бы и появление общего для трех ведомств реестра с указанием истории болезни ребенка. Так информация автоматически была бы доступна и для врачей, и для органов социальной защиты, и для образовательных учреждений. Это помогло бы специалистам как можно раньше начинать работать с детьми, у которых уже на раннем сроке наблюдаются нарушения. К слову, таких пациентов сегодня больше пяти тысяч в крае. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Семь человек привлекли к административной ответственности, семь – дисциплинарной, еще одиннадцати уменьшили премии. Таковы результаты работы счетной палаты Барнаула, которая в течение 2022 года проверяла законность использования бюджетных средств. Отчет счетной палаты сегодня представили на заседании городской думы. 93 миллиарда рублей. Как использовали такие деньги, проверяла счетная палата Барнаула в течение 2022 года. И сегодня представила отчет. Нецелевого расходования нет, но ошибки есть. Проведенными проверками в отчетности восьми органах местного самоправления установлены отдельные нарушения и недостатки при составлении бюджетной отчетности на сумму 6,4 миллиона рублей. Однако это в четыре раза меньше показателей прошлого года. По словам Анцупова, 85% нарушений касаются введения учетной отчетности. Подавляющее большинство из них – это неверная стоимость земельных участков. И почти все ошибки уже устранены, заключила председатель счетной палаты города. Депутаты приняли отчет, но некоторые высказали пожелание ввести КПД для этого органа. Еще два важных решения народных избранников – согласование районных глав, которых уже одобрил мэр. Плохо, что на сегодняшний момент нет конкурсного отбора, нет возможности рассмотрения нескольких кандидатур. На повестке назначение глав администрации Ленинского и Индустриального районов и их потенциальные руководители, соответственно, Евгений Авраменко и Денис Летягин. По словам председателя Думы, перед заседанием депутаты задавали им каверзные вопросы. Был задан такой вопрос – вы идете с желанием или вас уговорили? Никто не сознался. Кандидат на пост главы индустриального Денис Летягин оценил район как развивающийся, от чего решать нужно много вопросов. Например, доступность медицины, доп. образования, транспорта. Вновь подняли тему строительства Дома культуры. Но, как вариант, пока задействуют для культурных целей уже существующие помещения. Потому что у нас были замечания предыдущего руководителя, значит, мы тебя замечали, мы здесь перед заседанием дома поговорили или говорили, а мы озвучили им. Наказ принят, депутаты согласовали обоих кандидатов. Теперь все районы Барнаула с начальниками. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. В историческом центре Барнаула после долгой реставрации открыли дом купца Шадрина. Это знаменитый ресторан «Русский чай». Памятник деревянного зодчества, уверены эксперты, станет одной из визитных карточек краевой столицы и поможет улучшить деловой климат в городе. Каким образом, а также и как возрождали объект культурного наследия и как культовый ресторан встречал своих первых гостей в сюжете Елены Макаренко. Узорный фасад, резные наличники и даже конек крыши – все в точности, как в начале 20 века. Спустя сто с лишним лет символ барнаульского купечества обрел вторую жизнь. Поздравить с новым рождением дом купца Шадрина собралось немало гостей. Их встречают у порога ресторана. Давайте поприветствуем легендарный особняк «Русский чай». Среди почетных гостей – депутаты, представители власти и бизнеса, ведущие, проектировщики и архитекторы. Вы знаете, вот тогда, когда мы сюда пришли, ну, наверное, казалось, что еще бы года два-три, наверное, и он бы просто развалился или сгорел бы. В общем, тяжелая это, конечно, судьба. Но вот как-то так получилось, что, видимо, этот дом доверил свою судьбу. Судьба его сложная, но напутствие на новый путь – самые добрые. Осматривая дом уже внутри, интерьер подчеркивает концепцию «Сибирь гостеприимная», гости вспоминают историю уникального дома. В конце 1913 года разбокотевший крестьянин, подчеркиваю, он не был купцом, крестьянин Шадрин, из Зминогорского уезда, подал прошение, и городская дума одобрила предоставление места для строительства дома. Дом был построен, проживала здесь семья, брат, мать, до, по-моему, мая 1920 года они жили. После революции здание национализировали, и долгое время в нем располагались разные ведомства. В конце 70-х, после пожара, особняк Шадриных реконструировали и открыли ресторан «Русский чай». Он будет очень знаковый для города Барнаула, потому что многие поколения до сих пор знают этот объект, по его названию. Видимо, я думаю, что не все его посещали, но тем не менее, он находится, во-первых, при въезде в город Барнаул, поэтому я думаю, что это будет очень знаково для города Барнаула, и его, может быть, визитной карточкой. Современная реконструкция восстановила первоначальный облик здания. Для этого поднимали архивные документы. Команда «Инвестор Надара Шони» совместно со специалистами по охране культурных объектов решала вопросы по безопасности деревянного здания. Возрождение жемчужины купеческого Барнаула в исторической части города поможет повысить туристическую привлекательность и улучшить деловой климат Барнаула, уверена министр культуры Алтайского края. Я прекрасно знаю, как человек, который сама бывает в делегациях в других регионах, как человек, который принимает гостей, насколько это ценится, насколько это важно и насколько это влияет на впечатление людей при решении самых разных деловых вопросов, потому что все-таки все люди в первую очередь запоминают эмоции, когда посещают тот или другой регион, и они дают фон для решения всех других вопросов. Возрождение культового ресторана «Русский чай», говорят эксперты, к тому же отличный пример вложения частных инвестиций в сохранение исторического наследия родного города и края. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Решить проблему дефицита кадров в швейной отрасли планируется благодаря кластеру, где будут готовить сотрудников легкой промышленности. Образовательно-производственный центр уже функционирует на базе Алтайской академии гостеприимства. Его создали по федеральной программе «Профессионалитет». На это потребовалось 130 миллионов рублей. Подробности в сюжете. Сейчас в Академии профессию оператор швейного оборудования осваивают первые обучающиеся. Для них уже подготовлены рабочие места на одном из крупных предприятий города. Обновить систему среднего профобразования и подготовить востребованных специалистов под запрос работодателя – главная цель профессионалитета. Набор этого года – 75 человек, которые будут трудоустроены именно на площадках этого предприятия. Нужно понимать, что предприятие очень крупное, одно из ведущих швейных фабрик России. И у них 14 площадок по России. Поэтому трудоустройство, как мы понимаем, будет не только в Барнауле. У студентов есть возможность практиковаться прямо во время обучения. В Академии оборудовали 250 учебных мест. Сделали 11 узконаправленных лабораторий и мастерских, максимально приближенных к условиям производства. «Мне нравится. Мне нравится сидеть за машинкой весь этот процесс. И вообще, я поговорила со своими родителями. В ближайшее время мне будут покупать свое личное оборудование. И уже дома я буду тоже заниматься». Центр посетил губернатор края Виктор Томенко. Он отметил, что на создание такого кластера из федерального бюджета выделили 100 миллионов рублей – 10 из краевого и 20 средств предприятия-работодателя. «Здесь лучшее оборудование, здесь современные средства производства, здесь современные технологии и здесь будущее рабочее место. Чего еще желать? Будем большие реализовывать проекты для того, чтобы такие условия создавать, чтобы как можно больше наших молодых людей себя находили здесь». Готовить кадровый резерв для предприятий края продолжат и в этом году. Специалистов для машиностроительной и транспортной отраслей станут обучать в политехническом и аграрно-промышленном техникумах. Мария Мацаева, День с толком. Барнаул наградили за популяризацию семейных ценностей. Столица края одержала победу на Всероссийском конкурсе «Города для детей-2022» в номинации «Живые традиции». На днях награда, что называется, нашла своего героя. В администрации города подарки получили отличившиеся представители социальных и культурных учреждений. Лучшие среди 250 муниципалитетов. Конкурс существует 13 лет. И за это время города не раз демонстрировали, как умеют поддерживать семьи с детьми, которые находятся в сложной жизненной ситуации. К тому же есть возможность и поделиться своим опытом. Наш город не просто так признали городом живых традиций для детей, живущих в нем. В рамках конкурса в Барнауле прошло более 70 тематических мероприятий, где и подростков знакомили с культурными традициями и искусством других народов. Причем форматы были самые разные. Концерты, выставки, мастер-классы, фестивали, семейные праздники и онлайн-встречи. Конкурс очень хороший, он такой, я бы сказал, совестливый. У него очень солидный статус теперь получился. Я вам хотел сказать, что мы уже вот 5 лет участвуем, а самому конкурсу 13 лет. У нас есть победы, нам есть чем гордиться. Был замечательно представлен. Победили в очень хорошей номинации. Коллективы и специалисты социальных, культурных учреждений Барнаула получили награды и памятные подарки. Всем также показали видеосюжет с церемонией подведения итогов и награждения городов-победителей конкурса. Мероприятие проходило в столице России. А глава города, вручая подарки, посоветовала всем, кто заслужил награды, не останавливаться на достигнутом и продолжать пропагандировать семейные ценности. Дмитрий Дроздов, День с толком. Жительницы Барнаула поборются за место в финале всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Еще в августе Милена Таль подавала заявку на кастинг-шоу, в котором принимают участие таланты из российских регионов. Наша землячка смогла пройти испытания, ее выступление покажут в апрельском выпуске. А сегодня певица поделилась с нами тайнами закулисья шоу и рассказала, как ей удалось стать частью одного из главных музыкальных проектов страны. Совместная репетиция участников шоу для финального выступления. Нашу землячку Милену можно узнать по ярким рыжим волосам. Это те немногие кадры за кулисья, которые певица смогла нам показать. Название своей песни и сценический образ девушка пока держит в секрете. Увидеть выступление мы сможем по ТВ только в апреле. С песней по жизни Милена идет с пяти лет. Музыкалка, фортепиано, гитара, вокал пробовала себя и в других сферах. Но именно творчество стало и хобби, и ремеслом. Сейчас Милена дает уроки вокала и сама пишет песни. Рассказывает, о шоу узнала совсем случайно. Друг предложил отправить видеозаявку на кастинг. Отправила и забыла. И вот знаете, помню прекрасно этот момент. Сижу на вот этом самом диване, жду вечернего студента. Он как раз задерживался минут на десять. И мне просто звонят с незнакомого номера. Я беру трубку и мне говорят, ой, здравствуйте. Вы прошли кастинг на новую звезду, поздравляем вас. И я подумала, что это шутка. Но шутка оказалась явью. Впереди Москва, репетиции, постановка номера и сцена перед звездными жюри. И в этот момент, пока все настраивали, я стояла вот с этим микрофоном и рассматривала товарищей жюри. И у меня не было такого, что, ой, божечки, Юлия Савичева. У меня такое, какая у нее интересная сережка. Или Назару. Смотрю, у нее такой тоже там красивый был элемент гардероба. Я смотрю прям вот в наглое. Вот мне настолько все это было интересно. Любопытно рассказывает девушка, что телепроект не просто конкурс, а целое шоу, которым управляет команда во главе с режиссером. Съемка началась с того, что какой-то громкий голос объявил. Итак, товарищи зрители, выпрямляем спинки, убираем водичку из кадра, убираем телефон. И сначала отсняли аплодисменты. То есть он говорит, представьте, что сейчас на сцене появляется такой-то участник, и вы его встречаете, и зрители, и, короче, три дубля. Просто это кино, и важно, чтобы аплодисменты были максимально яркими. Шоу уже отсняли и покажут по одному из федеральных каналов в апреле. Финалисты проекта будут выбирать сами телезрители путем голосования. Поддержать землячку смогут и жители нашего региона. Победа в голосовании позволит участникам выступить со своими авторскими песнями. Но главное, откроет новые возможности в мир музыкальной индустрии. Мария Мацав, Алексей Фризин. День с толком. Баскетболисты Барнаула остались без главного тренера. Олег Тен покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Вероятно, причиной ухода специалиста могла стать крайне неудачная концовка матча в исполнении барнаульцев против Свердловского темпа. Напомним, в той встрече наша команда после трех четвертей выигрывала 64-56, но в последние 10 минут барнаульцы набрали лишь три очка и проиграли 67-88. После той игры Олег Тен впервые в сезоне избежал общения с журналистами. После матчевый комментарий пришлось давать его ассистенту Ивану Датьеву. Сейчас он назначен исполняющим обязанности главного тренера БК «Барнаул» до конца сезона. Следующий матч наша команда проведет уже завтра, 18 февраля, против лидера Суперлиги-1 «Урал Маша». Начало поединка в 18.00. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...